Опа, блин, прощайте дисклеймер. Как вы могли услышать, автора зовут Ксинди. Те, кто смотрят наши все ролики, знают, что Ксинди это совершенно другой ютубер. И вот он, его настоящий канал. Месяц назад это тот же самый ролик, но перезалитый на другом канале. И с помощью диска Яндекса выложена ссылка на данную программу. Здесь же у нас... А нет ничего вообще. Где ссылка Ксинди? Ролик тот же самый, но перезалитый. А это знаете, что значит? Значит, что мы нарвались в первом же ролике на стилерс. Кстати, еще смотрите, здесь у нас пароль валориант. Почему-то валорианта вместо валоранта. Когда в ролике нам говорят, что пароль единичка. Это означает, что файл был все-таки поменян. Поменян. Изменен. Но скорее всего данный ролик мы уже проверяли. И кто не знает, на каждом ролике мы набираем 5000 лайков и 500 комментариев, чтобы как можно скорее вышла следующая часть. Да, кто не понял, на прошлом ролике уже набралось. Поэтому, если вам интересна тематика валоранта, и вы хотите, чтобы я проверил, допустим, Ксинди, если он выпустит ролик, или еще какие-нибудь ролики по валоранту, то давайте на этом ролике наберем 5000 лайков и 500 комментариев. Ну и в ближайшее время, естественно, выйдет новый ролик. Особого смысла я не вижу смотреть ролик, потому что файл у нас 100% другой. Он полностью просто скопировал ролик и вставил. Только качество похуже, видите? Здесь 720, а здесь 1080. А, не, а, да. В 4К, ни хера себе. Даже я в 4К ролики не делаю. Кстати, напишите в комментариях, на чем вы смотрите ролики и с каким качеством. Это будет очень полезно для нас, потому что мы тут делаем ролики в 2К, может вам это не надо. И достаточно будет Full HD. Я предлагаю сначала скачать все читы, а после этого уже их проверять, чтобы не отвлекаться особо. Поэтому давайте открываем следующий ролик, второй. Ребят, я надеюсь, вы помните про наших друзей с проекта Cirrus. За это время у них произошло много всего интересного. Про что я вам сейчас хочу рассказать. World Warcraft, кто не знает, это многопользовательская игра, в которой ты выбираешь мир персонажа и прокачиваешь его так, как хочешь именно ты. А Cirrus примечательен тем, что на их серверах мало того, ты можешь поиграть абсолютно бесплатно, так еще и заработать денег на различных активностях. Призовой фонд, который составляет 5 миллионов рублей, а раньше было 2. WoW Cirrus это лучший кастомный сервер, по мнению многих игроков, которых сейчас насчитывается больше 60 тысяч ежедневно. Немного игр могут похвастаться таким большим онлайном. Ты можешь выбрать геймплей интересный индивидуальный тебе. С этим поможет множество раз и миров на любой вкус. Любишь PvP? Милости просим на Алгалон. Здесь режим войны включен постоянно, поэтому стычек будет неимоверно много. Не нравится? Залетай на Скорж, где ты можешь прокачивать своего персонажа выше 80 уровня, что нельзя делать в обычной версии игры. Ну а если хочешь попробовать что-то новенькое, то именно для тебя был создан новый мир Cirrus. Не важно, какой ареалм ты выберешь, тебя будут ждать новые расы, локации и арены для PvP на любой вкус. Проекту уже 10 лет, и за это время было множество нововведений, которые помогут тебе получить максимальное удовольствие от мира Warcraft. Скорее переходи по ссылке в описании, выбирай мир, персонажа и свой путь к вершине. Круто? Так, залил ссылкой, чтобы легче было искать. Но чтобы скачать это чудо, вам нужно будет просто перейти в мой телеграм-канал по ссылке в описании. Кстати, обязательно подписывайтесь, и потом уходят все четыре штуки. Вот для этого здесь и написано, залил ссылкой, чтобы было легче скачать. Здесь есть и Roblox, и Rust, и GTA V, и Code Warzone, даже MTA DayZ. Блин, ядрить старая штука. Я когда-то давно в нее играл, в MTA DayZ. У меня даже где-то есть ролик с этим. Но я вам его не покажу. Ни за какие лайки вообще никогда не покажу. Это было 10 лет назад. Я такой шкаляр там был. Опять-таки, я не особо вижу смысл смотреть данный ролик, потому что если зайти в ютубчик, вписать Rixxon, мы найдем оригинал данного ролика. Едрить! Перезаливщик настолько запарился, что закинул сюда и спуфер, плюс чит. Типа точно так же, как и в ролике нам рассказывается. Видите, спуфер и чит. Но мы-то не глупеньки, мы-то понимаем, что здесь... Не понял. Я был уверен, что здесь какой-то развод. Опа! Файлы уже удаляются, потому что Windows Defender видит в них какие-то вирусы. 5 и 6 мегабайт в спуфере. Они два стилера закинули сюда! А! Найдите 5 сходств. Кто не понял, названия хоть и разные, но сами файлы созданы в одно и то же время. Ладно, вот это на одну минуту позже. Но весь это не одинаково. Скорее всего, он взял полностью название с того ролика, закинул их сюда, но файлы он скопировал. Типа, что этот, что тот файл, это просто запустится МДшка, укрытывают все наши данные и все. Два из двух у нас уже стилеры есть. Я надеюсь, что дальше мы хоть что-нибудь интересное еще и найдем. Здесь, скорее всего, тоже какой-то перезаливщик, потому что автор представляется Just Space, но я не смог найти оригинальный канал данного ролика. Есть какой-то прайм-хак сайт. Я напоминаю, 5000 лайков и 500 комментариев, тогда как можно скорее выйдет еще один ролик с Валорантом. Мы можем зайти, допустим, на сайты какие-то. Поэтому предлагайте в комментариях ваши идеи, что вы хотите смотреть. Не до хайкеров, умный поиск, либо ССН. Если вдруг на данном ролике наберется 7500 лайков, тогда в следующем ролике мы будем проверять платные читы. Интересно, что там запихали. На данном канале просто какая-то солянка из разных файлов. Оу. Оу. X Share Not. Новый файл обменник какой-то. Хэ. Знаете, что там? Знаете, что там? Zip файл. Zip файл. Знаете, что там внутри? Давайте, 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 пишите в комментариях скорее, что там. Ой, а что это за значок такой интересный? Пицца? Ядрить. Почему здесь пицца вообще? Серьезно? Я думал, что мы сейчас скачаем помощника. Ааа, я понял. А нет? Ооо. Это, это аналог, это аналог этого, помощника. Опять-таки, здесь развод заключается в том, что мы нажимаем Declined, чтобы отказаться от различных доп. услуг, когда нам скачаются всякие ВК-диджеи. Нам спрашивают, типа, вы уверены, что хотите отменить это в первом предложении? И, как бы, обычный человек нажмет ОК. Но, там написано, что условия, если вы согласны с условиями, то нажмите ОК. Если нет, то отмена. Естественно, нужно нажать отмену. И смотрите, третье, четвертое предложение, пятое, keep you пока, шестое, шесть предложений нам должны были сейчас скачать и установить. Экзе, ярлык. подождите, что? Мы скачали ярлык. Огромное спасибо за ярлык. Но, в данном ролике, опять-таки, нет ничего интересного больше. Предлагаю, лучше перейти к следующему, ведь у него поинтереснее. Значит, мы должны скачать архив, достать с помощью пасворда space файл. О, space cheats. Обычно, вот когда вы видите вот такие CMD-шки, это стилеры. Я более чем уверенностью могу это сказать. Переходим на сайт gg.gg. Забанили. Если зайти сюда, здесь точно так же озвучка, так, телегра и точно так же бан. А что, если перейти в телегру вот эту? Сайт содержит нежелательное ПО, но мы в любом случае переходим. Вам делать так не надо. Август 9, отлично. Нажимаем клик и мы скачали. Chrome заблокировал, потому что он опасный. Все, убираю. Подавился слюной. Настолько сочный контент идет. Chrome заблокировал файл не потому, что его редко скачивают, а потому, что он действительно вредоносный. Если вы вдруг видите, что ваш Chrome отказывается скачивать, лучше не скачивать. 700 мегабайт? Ну, это скорее всего тоже стилер, но, блин, очень похоже на реальный чит. С этим роликом тоже все понятно. Файл мы скачали. Конечно, не без проблем, но скачали. Ролик на канале Held. На канале всего лишь два ролика. Читы на Overwatch и Valorant. Блин, Overwatch. Конечно, в RU сегменте Overwatch не особо интересен, но, если вы хотите ролик по Overwatch, напишите в комментариях. Если будет много комментариев по Overwatch, то я сделаю это. Или даже давайте, может быть, в Телеграме спросить вас про это. Да, кто не знает, у нас есть Телеграм, где мы постоянно выкладываем различные уведомления, и помимо этого, мы туда выкладываем различные дополнительные моменты, что не попали в основной ролик. Какие-нибудь прикольчики, еще что-нибудь. Так что, обязательно, переходите по ссылочке в описании и заходите на наш Телеграм. Так, мы видим Valorant. Знаете, что там? Сейчас будет очень интересно. Давайте тоже параллельно будем с ним скачивать. Очень не всегда напрягает, когда на экране появляется CMD-шка. Естественно, помощник загрузки наш любимейший помощник. Дополнительные параметры. Так, убираем все галочки, нажимаем Back. Мы скачиваем 1.26, а это означает, что внутри него у нас будет распаковщик. Что если сделать кофту, на ней помощник, будет кармашек небольшой, а внутри там будет написано распаковщик. И на спине дополнительные параметры. С этим роликом мы тоже разобрались, поэтому я предлагаю перейти к следующему. У нас еще целых два ролика. Ну, в данном ролике, как мы видим, ничего это, никакой инструкции не будет. Здесь просто запись геймплея. Открываем ссылочку. Сейчас попробуем пройти вот эту верификацию. Так, все, я тут. О, шоп! А это платно? Ясно. Читы платные, поэтому, к сожалению, в этом ролике мы их не будем проверять. Но я еще раз напоминаю, 7500 лайков и 500 комментариев, мы будем проверять платные читы. И тогда уже проверим этот канал, Телеграм. И купим здесь читы. Очень интересно, сколько они стоят. Проверим в следующий раз обязательно. Ну, а теперь давайте посмотрим еще и последний ролик. Нам говорят сразу же, что нужно выключить. Windows Defender. Знаете, зачем? Валоранга как? Да-да-да-да-да-да-да. Я знаю эту штуку. Ого, Mediafire в этот раз мы скачаем. Отлично. Ого, обычно там бывает порнушка. Так, разрешите, хорошо, давай, показывай. Ну, разрешаю, давай. Если что, никогда не... Если что, никогда не нажимайте кнопочку разрешить, потому что, потому что вам будет приходить различная реклама. Так, Защитник Windows, на вашем компьютере найден контент порнографического характера с участием однополых несовершенных лиц. Что, блядь? Я обосрался. Смотрите, две мышки. Идет какой-то анализ, блядь. Нихера себе! Посмотрел порнушку. 5400 рублей штраф. Какой-то еще анализ идет, блядь. Так, блядь. Я обосрался. Я думал, что сейчас я открою, и она не закроется. Покинул страницу. Ладно, закрываем. О-ху! Реально страшный момент. Вот такой у вас будет, если вы нажмете кнопочку разрешить. Ну ладно, такой еще можно. На ютубе такое запрещено смотреть, поэтому было заблюрено, и часть моментов была вырезана. Так что, если хочешь посмотреть полную версию, то переходи в наш телеграм-канал. Там каждую тысячу лайков выкладываются различные доп. моменты. И этот момент будет там точно. Мы посмотрели все ролики сегодняшние. Мы все скачали. А теперь пришло время страдать! И скачать различные стилеры. Но перед этим, перед этим, я, пожалуй, я, пожалуй, очищу весь компуктер. Так, настройки, сброс. Я выйду из всех аккаунтов. Погнали! Открывать все подряд! Открываем первое положение. Алло! Алло! Извините! Вы там должны были запустить нам читы. Естественно, ничего не запускается. Еще раз попробуем открыть данный файл. Че нам вот теперь? Опа! 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 Вы видели? Файл клиент. Где? Где? Буквально на секундочку появился, нагрузился чуть-чуть и закрылся. Хорошо. Мы не отчаиваемся. Идем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой! А что это? Что это такое? На 60% нагрузил мне компьютер. Что ты делаешь? Может, это майнер? Но он нормально так нагружает нам систему. На 50% нагрузил процессор. Но, к сожалению, ничего не происходит. Поэтому мы снимаем задачу. Все, она снялась. Отличненько! Теперь попробуем посмотреть, что за ярлык. Охуенно! Я думаю, что за ярлык? Я смотрю, значок какой-то знакомый. PrivatHack версия V11 7-Zip. Меня очень поражает тот факт, что очень много различных ютуберов, которые говорят, что WinRar говно, устаревшее. Лучше скачайте 7-Zip. Как бы ничего не хочу сказать плохого про 7-Zip. Возможно, я бы и сам даже попробовал его. Но рекламироваться вот таким способом и платить деньги людям, чтобы они вместе с какими-то программами насильно устанавливали, это, мне кажется, неправильно. Напишите свое мнение, пожалуйста, в комментариях. Ладно, не останавливаемся. Еще три файла. Вот этот очень похож, как будто настоящий. Целый. 700, блядь, мегапайт. Что ты сюда напихал, чувак? Так, запустили файл. Проверяем. Но ничего особо интересного нет. Так, автозагрузку, не, ничего нет. Я думал, что сейчас что-нибудь скачается. Ну, в смысле, откроется хотя бы какой-то файл. Smart Screen. Что там по... А, о, согласование каких-то пользователей. Так, ладно. Валаран Ха... О, 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 о. Так. Ну, нет. Ну, чуть-чуть там появилось и исчезло. Все по нулям, как вы видите. Очень жаль, очень жаль. Я надеялся, что здесь что-нибудь запустится. Просто запустите файл. Но тут написано, как скачать. Возможно, мы, кстати, не до конца. И сейчас что-то еще будет скачиваться. Так. Так, вижу файл. NS Lookup. Но пока что ничего не открывал. Он просто закрылся. Ну и все. Здорово. В фоне ничего критичного нам не установилось. Сейчас только зайдем в папочку Temp. Но ничего в эти папки нам не установилось. Хорошо. Очень жалко, что в этот раз у нас очень как-то тускло проявляют себе читы. В прошлые разы хотя бы у нас скачивались стилеры были, майнеры. Но я уверен, что в следующем ролике, когда вы наберете 7500 лайков, будет очень интересный момент, когда мы будем проверить платные читы. Ну, понятно. Ладно, давайте запустим сетап. Он сразу же идет. От имени администратора. Появилась CMD. Так. Опа. Какой-то файл резко нагрузил. О. Установить использ... Он установился каким-то образом? Так. Ну, давайте переустановим его. О. Бл***. Лайк, если звенул. Как мы видим, никаких фоновых процессов больше нету. Ничего не майнит. Но файлы, скорее всего, мои были украдены. Какие-то стилеры были, все-таки работали. Они попытались украсть куки всякие. Но я приду смотрительный. Естественно, перед проверочкой все удалил. Поэтому я не вижу смысла задерживаться. Огромное спасибо всем, тем, кто досмотрели до конца. Я очень надеюсь, что вы зайдете в описании. Перейдите в наш телеграм. Откроете вовсирус, это очень поможет нам. Поставите лайк, комментарии оставите, чтобы как можно скорее вышел следующий ролик. Ну, а я вам, как всегда, желаю хороших антивирусников, чтобы не ловить вирусы, как у меня. Ну и до скорых встреч, ведь ролики выходят каждый вторник, пятницу и воскресенье. Угу, так часто. Три ролика в неделю мы очень стараемся. Субтитры сделал DimaTorzok